Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы с вами поговорим о маленьких героях большой войны. До войны это были самые обыкновенные мальчишки-девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники и друзья. Пришел час, они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине и ненависть к ее врагам. Маленькие герои большой войны сражались рядом со старшими отцами, братьями, сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин, в небе, как Аркаша Каманин, в партизанском отряде, как Леня Голиков, в Брестской крепости, как Валя Зенкина, в керченских катакомбах, как Володя Дубинин, в подполье, как Володя Щербацевич. И не на миг не дрогнули юные сердца. Жил мальчик на хуторе Мишинском, над задальним кордоном лесным. Когда появились фашисты, он стал партизанским связным. Ходил он, как нищий по селам, с холщовой сумой на плече, в отцовских ботинках тяжелых и мамином рваном плаще. То в окна стучался немые, то брел к старикам на покос. И танк подрывался на мине, и поезд летел под откос. Забылось негромкое имя, осталась лишь кличка Связной. Он пережил осень и зиму, его расстреляли весной. Война не детское дело. Так было всегда. Так и должно быть. Но эта война была особенной. Поэтому она и называлась Великой Отечественной. Что вся страна, от мала до велика, поднялась на защиту любимой Родины. Многие юные патриоты погибли в боях с врагом. А четверо из них – Марат Козей, Валя Котик, Леня Голиков и Зина Портнова – были удостоены звания Героя Советского Союза. Леня Голиков рос обыкновенным парнишкой. Когда немецкие захватчики заняли его родную деревню Лукино Ленинградской области, Леня собрал на местах боев несколько винтовок, раздобыл у фашистов два мешка гранат, чтобы передать их партизанам. И сам остался в партизанском отряде. Воевал наравне со взрослыми. В свои 10 лет Леня в боях с оккупантами лично уничтожил 78 немецких солдат и офицеров. Подорвал 9 автомашин с боеприпасами. Он участвовал в 27 боевых операциях, взрыве двух железнодорожных и 12 шоссейных мостов. 15 августа 1942 года юный партизан взорвал немецкую легковую машину, в которой находился важный гитлеровский генерал. Погиб Леня Голиков весной 1943 года в неравном бою. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Ленинградская школьница Зина Портнова летом 1941 года поехала на каникулы к бабушке в Белоруссию. Там ее и застала война. Спустя несколько месяцев Зина вступила в подпольную организацию «Юные патриоты». Потом стала разведчицей в партизанском отряде имени Ворошилова. Девочка отличалась бесстрашием, смекалкой. Однажды ее арестовали. Прямых улик, что она партизанка, у врагов не было. Возможно, все обошлось бы, если бы Портнову не опознал предатель. И ее долго и жестоко пытали. На одном из допросов Зина выхватила у следователя пистолет и застрелила его и еще двух охранников. Зина пыталась убежать, но у измученной пытками девочки не хватило сил. Ее схватили и вскоре казнили. Зинаиде Портновой присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. В свои 12 лет Валя Котик стал разведчиком в партизанском отряде. Он бесстрашно пробирался в расположении вражеских войск, добывал для партизан ценные сведения о постах охраны железнодорожных станций, военных складах, дизлокации вражеских подразделений. Не скрывал своей радости, когда взрослые брали его с собой на боевую операцию. На счету Валя Котика шесть взорванных эшелонов врага, множество успешных засад. Он погиб в 14 лет в неравном бою с фашистами. К тому времени Валя Котик уже носил на груди ордена Ленина и Отечественной войны первой степени, медаль партизану Отечественной войны второй степени. Валентину Котику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Белорусскому школьнику Марату Козею было чуть больше 13 лет, когда он ушел к партизанам вместе со своей сестрой. Марат стал разведчиком, пробирался во вражеские гарнизоны, высматривал, где расположены немецкие посты, штабы, склады с боеприпасами. Сведения, которые он доставлял в отряд, помогали партизанам наносить врагу большие потери. Марат взрывал мосты, пускал под откос вражеские эшелоны. В мае 1944 года Марат попал в засаду. Подросток отстреливался до последнего патрона. Когда у Марата осталась одна граната, он подступил врагов поближе и выдернул чеку. Марат Козей посмертно стал Героем Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч пионеров, юных защитников Родины, были награждены орденами и медалями. Во время Второй мировой войны на земле погибло около 15 миллионов детей. Погибали дети. Неугасима память поколений и память тех, кого так святочким. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Спасибо за внимание. До новых встреч, дорогие читатели! Субтитры создавал DimaTorzok